О! Сделано в Редбарн. Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией Яфар Рус. В жаркий летний день в императорских садах было спокойно и тихо. Евнух по имени Цайлунь прогуливался между деревьев в поисках вдохновения для своего изобретения. Его внимание привлекло осиное гнездо. Он осторожно пронаблюдал за осами и проследил, как они собирают древесные волокна. Спустя несколько лет экспериментов, в 105 году н.э. он представил императору обновленную бумагу. Существует много легенд о том, как именно китайский чиновник Цайлунь создал бумагу. Но эта версия кажется мне одной из самых красивых и даже вполне логичных. Человечество записывало, сохраняло и передавало информацию на множестве носителей. Но именно бумага прижилась прочнее всего и осталась с нами на долгие годы, даже в век цифровых технологий. Сегодня мы присмотримся к этому интересному изобретению и изучим его историю. Задолго до изобретения бумаги человек записывал свои мысли на самых разных носителях. В древнем Египте и античности самым ходовым и популярным аналогом бумаги был папирус. Его изготавливали из одноименного растения семейства Осоковое. Производство папируса было целой индустрией. Он использовался не только как основной пищематериал. Из него строили лодки, плели циновки, паруса и канаты. На Руси предком бумаги была береста. Новгородские берестяные грамоты – это ценнейший памятник древнерусской письменности. Как я уже упоминала, родиной бумаги является Древний Китай. До открытий Цайлуня бумагу в Китае изготавливали из бамбука и шелка. Оба способа были дорогими и крайне неудобными. Новшество, изобретенное чиновником, полюбилось императору. Поначалу бумага использовалась как дорогой упаковочный материал. Но вскоре ее дешевизна и практичность запустили маховик массового производства. Но прошло более тысячи лет, прежде чем бумага попала в Европу. Там все это время писали на пергаменте. Этот материал изготавливался из недубленной сыромятной кожи животных. Пергамент был изрядно дорогим удовольствием. На одну пергаментную библию уходило 250 овечьих шкур. Лондонское королевское общество подсчитало, что для поддержания письменности между 1150 и 1850 годами было зарезано больше 4 миллионов овец и коз. Считается, что в Европу бумага попала через Испанию вместе с завоевателями-маврами. Испанцы научились производить ее из хлопка, очесов, ветхого белья, старых канатов и парусов. Первая европейская бумажная мельница появилась в 1150 году в городе Касатива. Уже сто лет спустя испанскую бумагу экспортировали на север Франции, в Англию и Скандинавию. Так новый материал для письма начал завоевывать Европу. Стоит отметить, что бумага прижилась не сразу. В 1231 году правитель Священной Римской империи Фридрих II Штауфен назвал ее ненадежным материалом и запретил пользоваться ею для нотариальных и судебных документов. Так в госучреждениях на протяжении нескольких веков упрямо продолжали пользоваться пергаментом. Но со временем бумага завоевала народную любовь. Ею пользовались монастыри, библиотеки, учебные заведения и купцы. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укоротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией Яфар Рус. Перед тем, как попасть в наши краны, вода проходит многоступенчатую подготовку. Один из этапов – обезжелезивание. На городских водопроводах технология применяется с конца XIX века. Первые станции обезжелезивания воды были построены в 1868 и в 1874 годах в Галле и Шарлотенбурге. А в 1910 году только в Германии и Голландии их было уже около 130. Сейчас есть два способа очистить воду от лишнего железа – с помощью реагентов и без них. Самый популярный метод безреагентного очищения – ионный обмен с помощью смол. Его используют большинство производителей фильтров. Когда вода попадает на смолу, то ее гранулы начинают разбухать, иониты отделяются от них, и начинается процесс очистки. При реагентном методе обезжелезивания происходит окисление двухвалентного железа и трансформация его в трехвалентное, которое не растворяется в воде. Этот ржавый осадок оседает на дне и его удаляют механически. Именно поэтому этот метод дорогой и не такой эффективный. Кроме химической очистки нужно покупать специальные фильтры, которые выводят продукты реакций. Устройство для обезжелезивания воды используют как на крупных промышленных производствах, так и в обычных жилых домах. Даже если вы пользуетесь своей скважиной и источник воды располагается глубоко под землей, для гарантии чистоты лучше поставить фильтр. А чтобы чистая вода подавалась бесперебойно, системы водоснабжения должны быть надежными. Партнер нашего подкаста, компания Яфор Рус, поставляет долговечное оборудование, задвижки, затворы, а также пожарные гидранты для городских систем пожаротушения. Компания Яфор Рус производит запорную арматуру Яфор для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. Яфор Рус – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. Поворотным моментом и апофеозом в истории бумаги стало изобретение печатного станка. Его изготовил в 1440-х годах Иоганн Гутенберг, немецкий ювелир. Его изобретение считается одним из важнейших в истории человечества. Благодаря печатному станку развивались науки и искусство, появились газеты, новые литературные жанры. Все это способствовало духовному и интеллектуальному подъему Старого Света, Ренессансу и Реформации. Но все это не было бы возможным без бумаги, и потребности в ней росли с каждым днем. Крупнейший шаг вперед в производстве бумаги позволило сделать голландское изобретение под названием ролл. Он появился в 1670-х годах и заменил все прочие инструменты, позволив выпускать значительно больше бумаги в более короткие сроки. Тяжелый барабан ролла, усеянный ножами, вращали вручную. Позднее для этой цели приспособили мельничное колесо. Замоченные в чане тряпки, ветошь и отчес размалывали, пока они не превращались в жидкую массу, пригодную для формования бумажных листов. Голландцы долго скрывали свое изобретение, оставаясь лучшими производителями бумаги в Европе, но тайна все же просочилась в другие страны. К концу 17 века подобными аппаратами обзавелись все государства Европы. На смену роллам и мельницам пришли бумагоделательные машины. Первый такой аппарат был собран французом Луи Николя Робером в 1799 году. Он состоял из четырех частей – сеточной, прессовой, сушильной и отделочной. Бумага на такой машине формовалась рулоном из тряпичной ветоши и хлопка. С 1857 года бумагу начали производить из древесины. С тех пор основной стадией производства бумаги стала варка в котле, где с помощью термической и химической обработки из древесной щепы удаляется лигнин – компонент, придающий ей жесткость. Волокна получившейся массы тщательно перемешиваются и размалываются в тонкую взвесь. Чтобы бумага получилась гладкой и белой, в нее добавляют дополнительные компоненты. Сегодня это диоксид хлора. Принцип работы бумагоделательных машин остается неизменным до сих пор. Бумага все так же остается очень важной частью жизни человека. Давайте же поговорим именно об этом и о том, какую роль она заняла в нашей цивилизации. По разным подсчетам сегодня в мире используют около 400 миллионов тонн бумаги в год. Наличные купюры, квитанции, офисные документы и картонные коробки – все это быстро приходит в негодность и оказывается ненужным. Некоммерческая организация Environmental Paper Network заявляет, что бумажная промышленность ежегодно уничтожает более 100 миллионов гектар леса. По размерам это сопоставимо с площадью Египта. О пагубном влиянии производителей бумаги на окружающую среду пишут и авторы исследования Глобального института Макинси. Рубка леса для нужд бумажной промышленности ведет к увеличению объема углекислого газа в атмосфере и потери биоразнообразия. Также на бумажных фабриках тратится не только древесина, но и энергия. На эту сферу производства приходится 2% общего углеродного следа в мире. В последнее время все больше людей задумывается об экологичном образе жизни. Считается, что бумажные изделия меньше вредят окружающей среде. Однако это не так. На 4 миллиона бумажных пакетов нужно примерно 6 тысяч деревьев. Само производство этих пакетов наносит не меньше экологического ущерба, чем пластик. Более того, бумажные пакеты менее долговечны. Даже в быту их сложно использовать повторно. И пластик, и бумагу можно сдать в переработку. Однако если загрязненный пластик можно помыть, то с бумагой этого сделать не получится. И скорее всего ее просто не примут, как в торсырье. А некоторые изделия из бумаги и вовсе не перерабатываются. Например, всеми любимые и такие удобные бумажные кофейные стаканчики. Внутри каждый из них покрыт полиэтиленовой пленкой. Эти слои нельзя разделить и переработать. И каждый такой стакан обречен разлагаться не менее 30 лет. Смерть бумаги предрекают вот уже несколько столетий. Особенно активно об этом заговорили с появлением интернета и других цифровых технологий. Однако ее будто не становится меньше. Несмотря на то, что мы все больше отказываемся от бумажных чеков, квитанций и писем, бумага невидимо окружает нас повсюду. От стен в нашей квартире до чайных пакетиков. Стоит полагать, что она никуда не денется. Но вполне возможно, человечеству стоит научиться распоряжаться ею чуть разумнее. А получится или нет, узнают те, кто будет жить после нас. Субтитры создавал DimaTorzok